Добрый день, дорогие друзья! Каждый день мне в личные сообщения пишут и врачи-косметологи, и косметологи без медицинского образования, как делать процедуры максимально безопасными. И в этом видео я покажу на нашей прекрасной модели все запретные зоны, которые стоит обходить при косметологических процедурах. Продолжение следует... При контурной пластике и при ботоксе немножко разные запретные зоны, и сейчас мы с вами их рассмотрим. Итак, для того, чтобы делать ботокс, мы ограничиваем область круговой мышцы глаза. Вот видно, зелененький кружочек у нас нарисован, да? И ближе, чем на 2 см, мы к глазу не подходим ни в коем случае, никогда. Даже если у возрастной клиентки в этой зоне есть морщинки, мы их пропускаем. Мы помним, что у нас диффузия препарата 2 см от точки в коло, куда мы вводим препарат, на 2 см распространяется препарат вокруг этой точки. Поэтому ничего страшного, если морщинки у возрастной клиентки находятся в запретной зоне, туда препарат немножко тоже дойдет. Поэтому смотрим на нашу модель. Вот у нас круговая мышца, и вводим 3 точки, делаем. Продолжаем линию брови по круговой линии, вокруг круговой мышцы глаза. Отступаем где-то сантиметр, просим зажмуриться клиента. Ну-ка, попробуйте. Вот так. Ну, нет тут морщинок. У нас идеальная модель. Поэтому выбираем самую толстую мышцу, и в нее мы вводим центральную точку. Две остальные точки будут сверху и снизу. Соответственно, в ботоксе у нас 3 точки вокруг глаза. Есть дополнительная точка, которая идет на морщинки от улыбки, которая есть в глазах, да, когда глазами улыбается женщина, у нее иногда по низу идет морщинка. Вот эту точку мы вводим вот сюда. Сюда не больше одной единички, ну, максимум полторы. Здесь у нас 3, 2, 2, или 3, 3, 3, да, в зависимости от глубинной морщины. Далее у нас межбровные складки. Мышцы, которые формируют, вот они здесь заканчиваются. И работаем точками в самую толстую часть мышцы, перпендикулярно 90 градусов. Некоторые косметологи работают на кость, кладут препарат. Я рекомендую чуть-чуть все-таки не доводить до кости, да, и вводить перпендикулярно в мышцу. И по центру. Значит, у нас кроличьи морщинки тоже мы задействуем, но, как вы видите, тут очень много сосудов, да, все-таки опасная зона. Поэтому, если есть возможность не делать в эту зону, лучше не делайте, чтобы не рисковать, избежать рисков. Сверху мы видим такой вот треугольничек, тоже запретная зона. Здесь большое скопление сосудов, и, в принципе, нет необходимости в работе, да. Поэтому у нас точки ботокса распространяются по всему лбу в шахматном порядке, только в морщины. И помним самое главное правило, это 2 сантиметра от брови. То есть мы прикладываем к верхней точке брови 2 пальчика, и вот здесь у нас проходит линия запрета, ниже которой мы не работаем ни в коем случае, потому что, если вы введете препарат ниже этой линии, то у нас очень большой риск опущения бровей, и будет такой массивный, тяжелый лоб. Придется очень долго ходить в баньку, чтобы все это выпарить. Далее, по запретным зонам. Вот, например, профиль Джоли, да. Профиль Джоли – рисковая процедура, в принципе, но она безопасна, если делать именно по линиям, которые разрешены, как они проводятся. От крыла носа до мочки уха, от уголка рта до уголка глаза. Мы рисуем линии, дальше чертим бисектрису, линию, которая делит пополам образовавшийся угол, и здесь выставляем 3 точки. Обратите внимание, что первая точка должна быть немножко все-таки правее, да, вот от самого уголка, потому что вот здесь как раз скопление большого сосудов, вена, картерии, и вот здесь у нас будет первая точка, соответственно, через сантиметр вторая, потом третья. Вот они, 3 точки для скул в профиле Джоли. Дальше, подбородок Джоли у нас фиксируется, центральная точка, самая центральная, вот какую вы, прям центральной не бывает. То есть, прям фиксируем и кладем препарат. Далее, если есть такая необходимость в заполнении объема в подбородке, да, то мы можем здесь поработать веерной техникой, то есть из точки вкола мы делаем такой вот аккуратный веерочек, как в обычной контурной пластике. И давайте рассмотрим углы Джоли. Как они у нас делаются? Вот здесь идеальная модель для того, чтобы показать вам углы Джоли. Вот у нас прорисовывается угол, линия, линия, линия. Мы прорисовали уголочек, и далее мы кладем препарат вот здесь на кость. То есть, в профиль Джоли мы работаем на кости. Кладем центральную точку, одну вверх, одну сбоку, и это вот дополнительная точка при необходимости. Далее мы можем проработать веерной техникой, вверх и вниз, вдоль линии кости, для того, чтобы подчеркнуть, сделать прям угол Джоли такой четкий, прям офигенный. Ну и точки по шее мы делаем для того, чтобы расслабить шею. Кто в жизни очень многое злится, вот такое выражение лица, когда вот здесь мышцы напрягаются, для того, чтобы их расслабить, мы колем ботокс вот в эту зону. Но, как вы меня все давно знаете, знаете, я против того, чтобы колоть ботокс в эту зону. Я за то, чтобы женщине просто перестать вот такие эмоции испытывать и просто поменять их на какие-нибудь более позитивные. Это относится ко всей инъекционной косметологии, к ботоксу в том числе. Вот. Наши запретные зоны и зоны. Будьте всегда аккуратны, будьте всегда настороже, делайте все по правилам, и все будет у вас хорошо.